В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Молодежь перекроет дорогу коммунистам. Два крупных шествия на 1 мая пройдут в Кандалакше. Попытаем удачу. Проект по благоустройству Кандалакше примет участие во всероссийском конкурсе «Малые города». Кто за чистый город? Определена дата массового субботника. Определена и утверждена дата проведения общегородского субботника в Кандалакше. Согласно постановлению главы городской администрации, масштабная акция по наведению чистоты пройдет 4 мая. 4 мая всем руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, владельцам торговых точек и объектов общепита рекомендовано организовать субботники по санитарной очистке, благоустройству собственных и прилегающих к предприятиям территорий, а также улиц и скверов, пустырей. Владельцам и арендаторам объектов недвижимости надлежит привести в порядок фасады, витрины и малые архитектурные формы. Управляющим организациям рекомендовано проинформировать собственников жилья о проведении субботников, а также по мере возможности обеспечить всех участников акции по наведению чистоты необходимым инвентарем. Молодежь перекроет дорогу коммунистам. В Кандалакше 1 мая состоятся сразу два крупных шествия. Ровно в полдень 1 мая по центральной площади нашего города пройдут участники молодежного фестиваля «Молодежный движ». Он откроется в Кандалакше на этой неделе, и парад молодежи станет своего рода ярким завершением этого многодневного мероприятия. А вот коммунистам и профсоюзам придется внести коррективы в свои планы. Первомайская демонстрация, из года в год стартовавшая в Кандалакше в 12 часов, в этом году пройдет позднее. Сторонникам КПРФ и просто трудящимся, желавшим пройти в праздничной колонне, было предложено провести свою акцию позже, а точнее в 14.30. На это время намечен сбор демонстрантов у первой школы. Шестидневная рабочая неделя, которая началась вчера и продлится до 28 апреля, включительно завершится длинными выходными с 29 апреля по 3 мая. Правда, отдыхать в этот период будут далеко не все сотрудники правоохранительных органов, уже перешли на усиленный режим несения службы. Чтобы праздники прошли спокойно уже сейчас, стражи порядка проводят необходимые профилактические мероприятия. Обследуют чердаки и подвалы, проверяют граждан, уже имевших проблемы с законом. Одновременно с этим готовятся к праздничным датам, которые не обойдутся без массовых гуляний, городских мероприятий и, если повезет с погодой, то и массовых выездов на природу. Будут проводиться мероприятия по охране общественного порядка, выделения сотрудников, в том числе Государственная инспекция безопасности дорожного движения. У нас стационарный пост ДПС законсервирован, но в период проведения праздничных дней планируется работа сотрудников на посту ДПС, в районе поста ДПС, совместно с сотрудниками Росгвардии. Отвечать за спокойствие граждан и обеспечение общественного порядка в праздничные дни будут все без исключения сотрудники полиции. Поддержку им окажет Росгвардия, органы госбезопасности, транспортная полиция. Положительный момент, как отмечают стражи порядка, нередко в одном строю с ними идут и простые граждане. В целом ситуация стабильная, спокойная. Очень приятно, что у нас поступает, есть диалог с населением, к нам поступают сообщения граждан в случае, если подозрительные люди живут, неадекватно себя ведут. То есть такое каждый день происходит. И отрадно это. Население не остается в стороне и участвует. В том числе, можно сказать, таким способом охране общественного порядка. Кандалакшская заявка отмечена. В числе лучших рекомендовано для участия в конкурсе «Малые города России». Напомним, что на конкурс наш город представляет проект «Кандалакша. Жемчужина Белого моря», в рамках которого предполагается связать путем благоустройство территорий два берега Кандалакшского залива и речки Нива. В случае победы в конкурсе «Малые города» Кандалакша сможет претендовать на значительную финансовую поддержку. Бюджет всероссийского состязания в этом году составляет больше 5 миллиардов рублей. Уже этим летом возле часовни Николая Чудотворца в селе Колвица, возведенной на народные средства, начнется строительство звонницы с колоколами. Этот объект наверняка станет завершающим элементом мемориального комплекса, обустроенного в древнем поморском селе. Освещение Никольской часовни в селе Колвица, и об этом мы рассказывали вам в нашей программе, состоялось осенью 2017 года. 19 декабря, аккуратно Николу Зимнего, там прошла первая служба. Следующая состоится 22 мая, в день Николы Весеннего. Тогда же, как ожидается, пройдет обряд благословения участников строительства звонницы, а колокола, которые будут там установлены, уже готовы. Они отлиты в Москве специально для Никольской часовни, чтобы малиновый звон разливался над колвицкими просторами с вестью о добре и мире. Колокола уже доставлены в Кандалакшу и находятся в храме Иоанна Предтечи. Там же организован сбор пожертвований от горожан и всех неравнодушных на строительство звонницы и оплату работы по отливке колоколов, которые для кандалакшских энтузиастов были изготовлены, считай, в кредит. Благотворительные пожертвования на колокола для Никольской церкви можно сделать в храме Иоанна Предтечи или отправить пожертвования на специальную карту Сбербанка. Номер карты, на которую принимаются пожертвования, вы видите на своих экранах. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ Кандалакша. Всего вам доброго и до встречи.